В Кургане готовят уличный спектакль о легендарном кыштымском инопланетянине Алёшеньке. История о челябинском пришельце, которого нашли в посёлке Каариновый, легла в основу нового спектакля Made in Europe. Репетиции полным ходом идут в одном из помещений Курган-Дормаша, поскольку для уличной постановки нужно большое пространство. Руководит имя худрук театра странствующие куклы господина Пежо Анна Шишкина, она же матушка Медоуз, город Санкт-Петербург. Это старейший уличный театр России, все актёры играют в масках в специфической манере без слов. Для гулливеровцев работа над уличным спектаклем – очень интересный эксперимент. Первые зрители смогут посмотреть премьеру 1 июня в День защиты детей на Троицкой площади. Курганцы окажут помощь Тюменской области в тушении лесных пожаров, охвативших регион. 18 мая туда убыл свободный отряд ГУ МЧС России по Курганской области из 27 человек и 6 единиц техники. Зауральские огнеборцы будут направлены в те регионы, где складывается наиболее сложная ситуация. В Тюменской области с 11 мая введён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи с пожарами. На 18 мая продолжал действовать природный пожар на площади 1122 гектаров. Сводный отряд встанет на защиту населённых пунктов Тюменской области. На вооружении наших огнеборцев специальная техника автоцистерны, пожаронасосная станция, рукавный автомобиль. Сводный отряд пожарных и спасателей Курганской области уже не раз помогал коллегам в соседних регионах. В Кургане идёт подготовка к ремонту одной из самых убитых дорог улицы Второй Часовой. Асфальт на ней не меняли более 10 лет. Сейчас подрядчики ведут расчистку рабочих площадей. В планах обновить 9,6 км дороги, сделать тротуары, заменить освещение и установить 27 остановок. Часть работ освещения на участке от Курган-Сталь-Мостада трассы Иртыш сделали в 2020 году. Всего на комплексное приведение в порядок Второй Часовой выделено 391,5 млн. рублей. Также в 2021 году подчинят мост через реку Чёрная в Корчевской роще и благоустроят ряд территорий. В пульмонологическом отделении Курганской областной клинической больницы лечиться будет комфортнее. Здесь завершён ремонт. Вместо обшарпанных стен пациентов встретят чистые светлые палаты, обновлённая столовая, душевые, санузлы. Каждой кровати в палатах проведён стационарный кислород, есть кнопка вызова медперсонала, сигнал поступает на дежурный пост. Впервые за более чем 20 лет в 2021 году капитально отремонтируют и гастроэнтерологическое отделение «Оперблок». Подготовят помещение для нового ангиографа, обновят фасады первого, третьего и пятого корпусов больницы. В 2023 году начнут строительство нового лечебно-диагностического центра областной клинической больницы. В том же году завершат строительство десятиэтажного здания хирургического корпуса онкодиспансера. На его постройку и оснащение потратят около 1 миллиарда рублей. Курганский драмтеатр Курганский драмтеатр вновь готовит премьеру «Это любовь под вязами» по пьесе американского драматурга Юджина О'Нила. Режиссёр спектакля – москвич Дмитрий Акриш. Это его четвёртая работа в курганской драме. Несмотря на лёгкое романтическое название, спектакль тяжёлый. Зритель вовлечён в большой семейный конфликт, и этот узел развязать нельзя. Его можно только разрубить. Однако и актёры, и режиссёр уверены – это спектакль о большой любви. «Любовь здесь всюду, просто персонажи выражают её как могут», – говорит исполнитель главной роли Сергей Радьков. «Это пьеса о нас, какие мы, когда нам не хватает любви», – резюмирует режиссёр Дмитрий Акриш. Премьера состоится 15-16 мая, а следующие показы – 26 мая, 9-13-18 июня в 18 часов. 11 мая в Шадринском районе произошло ДТП с участием внедорожника и автобуса «Есть погибшие». Смертельная авария случилась в 15-20 на 229-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Урган. Водитель Audi Q7 ехал в сторону Екатеринбурга, с ним в машине была женщина. В это время из Шадринска в сторону Тюмени двигался автобус «Мерседес-Бенц» по маршруту Шадринск и Сецкая Тюмень. По предварительным данным, внедорожник выехал на встречную и столкнулся с автобусом. Оба водителя – мужчины 65 и 64 лет и три пассажира автобуса, девочка 6 лет, 21-летняя девушка и 66-летний мужчина скончались. Они умерли от полученных травм до приезда медиков скорой помощи. Ещё 4 человека – женщина из легковушки и три пассажира автобуса – госпитализированы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Курганской области. Крупный ландшафтный пожар произошёл в Курганской области днём 10 мая. От огня пришлось защищать населённый пункт Кленовый и деревню Журавлёвка Макушинского района. Пламя разошлось так, что до ближайшего населённого пункта оставалось 2 километра. Полыхали камыши и сухая трава на площади 10 гектаров. Чтобы не допустить перехода огня на жилые дома, велась опашка и ликвидация очагов в двух направлениях. Эвакуация жителей не потребовалась. Борьбу со стихией вели 36 человек и 14 единиц техники, сообщает МЧС. Покинуть здание за 24 часа. Такое объявление накануне увидели жильцы общежития номер 4 в студенческом городке КГСХ. К изумлённым людям явились судебные приставы и объявили. Их общежитие и ещё часть зданий в посёлке закрыты по решению суда. Исполнители разводят руками, а люди думают, кто приютит их в ближайшие 30 дней. На этот срок суд приостановил деятельность общежития, главного корпуса КГСХ, факультета биотехнологии, кафедры пожарной и производственной безопасности. Причина закрытия зданий – нарушение требований пожарной безопасности. Между тем, семьям с детьми, а это около 1300 человек, предстоит остаться на улице. К слову, в одном из зданий расположена ещё и поселковая больница. Людям предлагают заселиться в третье общежитие, которое уже полгода законсервировано из-за аварийного состояния. Студентов предположительно отправят в 12-е общежитие. Всем этим людям придётся жить по несколько семей в одной комнате. Курганские волонтёры и активисты поздравили медиков концертом и флеш-мобом. 28 апреля работники скорой помощи отмечали профессиональный праздник. Он учреждён президентом Российской Федерации с 2020 года. На флеш-мобе волонтёры в красно-оранжевой одежде выстроились в цифру 103 номер для вызова скорой с мобильного. Так ребята поблагодарили всех медицинских работников, которые в любое время дня и ночи готовы прийти на помощь. Во дворе Курганской больницы скорой медицинской помощи прошёл праздничный концерт. Врачи, фельдшеры, медицинские сёстры и водители в перерыве между вызовами подпевали любимым песням. Яркими номерами поделились коллективы культурно-досугового центра Черёмушки и артисты из районов области. Курганские хип-хоп-танцоры – лучшие в стране. Накануне в Москве прошёл чемпионат и первенство России хип-хоп Юнайт Раша 2021. Сразу два наших дуэта покорили своим мастерством сердца жюри и зрителей, завоевав первые места. Дуэт «Твикс» в категории 12-17 лет Марина Шлепанова и Дарья Фомина стали уже четырёхкратными победителями. А дуэт «Нац» в категории 7-13 лет доказал, что является достойным продолжателем традиций курганских хип-хоп-дуэтов. Александра Сидорова и Вероника Верещагина теперь тоже чемпионы России. Сейчас тренеру Анастасии Наумовой предстоит подготовить наших девчонок к чемпионату мира 2021, который пройдёт во Франции. Школа иностранных языков «ОК» приглашает ребят на обучающую развлекательную летнюю программу с углублённым изучением английского языка. Длительность смены две недели. Улица Урицкого, дом 4, телефон 55-60-24. Чего только не найдёшь на ярмарке выставки «Рыба Камчатки». Чавыча, кита, муксун, белорыбица, корюшка, осётр, сельдь солёная и копчёная. Огромный выбор мяса рыбы и других деликатесов вызывает желание попробовать всё. Не каждый день горожане могут оценить качественную морскую рыбу, выловленную и закопчённую на Камчатке. Для любителей более жирной рыбки – это чавыча, белорыбица, палтус, таймень. Для ценителей северных сортов рыб – омуль, муксун, сик. Для истинных гурманов – мидии, кальмары, осьминоги, натуральная морская капуста. В нашей семье наступила череда праздников. Услышал, что приезжает рыба Камчатки. Очень часто сюда захожу купить рыбки. Вот сейчас пришёл купить красные икры. Хочу порадовать в преддверии этих праздников и себя, и свою семью. Кроме мяса рыбы, на прилавках различные консервы, мидии, щупальца, кальмара, а также редко икра, чавычи. А разобраться в таком огромном выборе морских деликатесов вам всегда помогут компетентные продавцы. Ярмарка-выставка «Рыба Камчатки» будет работать по адресу площадь Слосмана, 5 в ДКЖ с 17 по 23 мая.